И всем привет ребят, с мастервайкой я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня вместе с вами мы протестируем устройство на вулкан, которое я вчера получил в режиме, ой в режиме говорю, в каком режиме? В замечательном ивенте кибертанчика в мини-игре опробуем это устройство в рамках основного канала и основного аккаунтика, ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайк, обязательно подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас сроков в аккаунте, кстати, мы личные так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего вулканчика, то вчера я его уже опробовал и тестировал в рамках матчмейкинга с гиперионом, результат был, ну такой, средненький, да, то есть меня закинуло на здоровенную карту и в моменте казалось, что я вроде как наваливаю жестко, но по каким-то данным киллов, статистики, да, общей, казалось, что как будто бы ничего такого сверхъестественного не сделал, поэтому попробуем сейчас подраздать жесткого контентика, возьмем бустера, возьмем имуночку от поджога, хотя, если честно, вулкан здесь раскручивается довольно быстро с этим устройством, но, зная меня, как я люблю зажимать, то лучше взять имуночку, ну и пикаем быстрый бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг и попробуем реализовать эту замечательную комбинацию, ну а вы в комментариях пишите вооружение, которое вы бы хотели увидеть на обзор в ближайшее время, возможно, у вас есть какие-то вооружения, которые очень сильно хотелось бы увидеть, да, какие-нибудь необычные, нестандартные, контентовые, бизнесные, поэтому пишите и будем их тоже пробовать реализовывать. Так, закидывает меня на Александровск за деф, штурм, что мы можем здесь сделать? Ну, нам надо попробовать жестко поиграть в противника, в упорчик, в килочки, прям в агрессию, и от этой агрессии попытаться накидать урона. В целом, я думаю, что такая комбинация может себе это позволить, ну и под бустером урончик, кстати, залетает намного интересней, чем я вчера играл с гиперионом, под бустером прям, ну, навалочка такая, очень некислая происходит по ощущениям, прям залетает такая котлета урона, здоровенная, поэтому попробуем реализовать мы все это дело с бустером. Может, мне вчера просто бустера не хватило, чтобы этот вулкан показал супер свой результат контентовый, потому что пока что 4 кила, как с кустика, залетает очень легко, и пока навалочка выглядит прям просто прекрасно. Здесь у нас защитник на Викинга и Зиде, здесь у нас есть еще хоппер, попробуем по хопперу понаваливать. Хоппер вообще без резов играет, навалочку по нему мы можем прям очень хорошую оформить, две доставки, кстати, уже противник оформил каким-то образом, пока я тут кошмарю респы. Другая сторона у нас, получается, отдает доставки противнику, но мы пока попробуем здесь чуть-чуть подержать, поконтролить, как минимум одну сторону, пока мы не отпускаем от слова совсем. Блин, ну урона очень много, если честно, по бездашным танкам так вообще нереально жестко летит. Там стыки по 900 урона, просто 900 урона стычки, но это очень много. Так, ну я зону чисто забрал, чисто забрал эту зоночку. У нас пока что контроль одной стороны прям превосходный, я бы сказал, до того, как я слился. Так, ну и у меня появляется уже овердрайв, можно попробовать реализовать оверку, надо попробовать, во-первых, слить сначала вот этого бойца. Так, это по той стороне у нас постоянно доставки отдаются, да, я так смотрю. Доставочки противник здесь оформляет очень простые, но урона очень много, очень много урона. Я что-то как-то вчера просто бустера не реализовывал, и вчера мне как будто просто не хватало вот этого. А под бустерочком урончик летит прям, ну такой, добротный, добротный урон летит. Так, мы, конечно, тут доставки отдаем одну за другой. Пробуем сейчас, ай-яй-яй-яй, думал, что он поедет на подборчик. К сожалению, не поехал противник на подбор. Так, ну и что, ну давайте я попробую законтрить эту сторону, раз по этой у нас доставки отдаются жестко стороне. 12 киллов у меня за 3 минуты боя. То есть, если в таком темпе играть, то можно давать по 40 плюс киллов. 40 плюс киллов для такой катки, ну я считаю, что это очень хороший результат. Только у нас тиммейты отдают доставок очень много противнику. Еще бы как-нибудь противничков напрягали бы здесь, и не отдавали бы досрочно такую катку, то я думаю, что я бы мог бы здесь очень неплохо накилять. Прям очень неплохо. Вот почему я могу спокойно соло законтролить здесь сторону. Без проблем вообще. Просто без проблем. Закрыть зону. А тиммейты что-то как-то отдают доставку за доставкой. Странно, но ладно. Первая катка такая довольно быстрая у нас получилась. 15 киллов я с нее оформил. Что является очень и очень хорошим показателем. Ну и скатаем давайте еще какую-нибудь каточку. А то это быстро у нас довольно-таки закончилось. Скатаем какую-нибудь нулячую. И посмотрим... Ну не, ну не такую, конечно. Дюссельдорф это как будто за много будет. Чем-то она поменьше такое. Вообще с этим вулканом как будто бы на маленьких средних картах прям самая лучшая реализация. Вот сейчас была у нас Александровск. Но я считаю, что это средняя все-таки карта. Да, и вот на таких картах этот вулкан показывает прям суперрезультат. Вчера я играл новую получается осаду. На новой осаде ну было так. Тяжеловато, тяжеловато. Так, закидывает меня на Рио. ТДМ. Шикарная карта и шикарный режим для реализации нашего вооружения. Будем пробовать. Посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Здесь против какие-то страйкеры жесткие. Играют киберспортсмены, наверное. Профессиональные киберы против. Наваливают. Ну попробуем что-нибудь сделать. Страйкеров довольно большое количество. Вулканов тоже много. Можно попробовать, кстати, поменять рез на вулкан. И там, я смотрю, еще пару рикошетов есть. То есть можно взять страйкер, рикошет и вулкан. Можно такой вот резистик оформить. Молодинчик играет от отхила. Попробуем набрить его даже через это тело. Довольно быстро хп улетает у бойцов. Так, от подъема мне здесь играть невыгодно. Ну, вернее, подниматься выше. Пока что у меня зона более приятная относительно оппонента. Так, ну и мы можем поменять резист. Давайте поменяем. Возьмем резист от страйкера мы оставим. Поменяем рез от твинца. И поменяем резист от... Так, что там у нас был? Стропион, да? Так, рикошет и вулкан. Вот такой вот резистик возьмем. Так, ну и нам надо по-хорошему занять верхнюю зону. Здесь верхняя зона очень многое роляет. Если верхняя позиционочка удастся мне здесь забрать, то с этой верхней позиционки можно очень большое количество киллов делать. Ну и не давать противнику возможностей. Противник пока что пытается здесь законтролить наш респаун. Ну, будем контрить сейчас. Ничего себе. Как это он мне слил? У меня же резист. У меня резист плюс броник. Как он мне слил? Не понял прикола. Откуда там так много урона у него залетело? Это он с чем играет? Он с... Что? Что это за устройство? Я даже, честно говоря, не знаю, что это за устройство. Метеор это, наверное, да? Вроде метеор это. Бам, как-то прям очень многое залетело мне в кабинет. Неожиданно. Ну ладно, занимаем верхнюю позиционочку. Шикарное занятие в верхней позиционке. Профессионал в деле. Профессионал в деле, как говорит сам. Здесь на месте профик. Поднимался наверх и даже на ховер танке улетел от мины в минус. Жестко. Так, вулканы пытаются законтролить наш респаун. Ну, мы, конечно же, не будем отдавать здесь никакие респы противнику. Будем здесь играть в контру жесткую. Жесткую контру играем. Пытаемся наваливать дамага. Вулкан пытается пушить. Ой, страйкер пытается пушить. Пока трубчик лежал. Его уже на набревалов упустили. Хорошо, супер. Верхняя позиционочка отжимается у оппонента. Это шикарная позиция для того, чтобы контролить здесь противников. К этому можно просто прижаться. Чтобы он сам себя слил. И минус скилл сделал так. Но пока мы все равно проигрываем. Пока что по счету мы все равно проигрываем. Счет у меня 6-6. Мне надо как-то чуть-чуть раскрыться на широкой. Чуть-чуть раскрыться на широкой. Чуть-чуть мне не хватает. Не хватает мне пространства на карте, если честно. Чтобы я мог здесь что-то прям шикарное показать. Поэтому надо попытаться как-то отжать зону. Но лучше всего отжать вверх. Там опять мины. Опять мины. А мины кто ставит? Ставит мамонта, рикошет мины. Он с этим как раз с минерчиком играет. Я понял. Играет минер плюс диверсант. Ладно. Попробуем сейчас его быстро наврить. Отсюда вам. Удиваем ему. Отлично. Позиционку верхнюю он занял. Но ладно. Ничего страшного. Попробуем выпушить левый фланг. Ага. Резист от нас уже залетает. Отлично. Удишечка вкусная по двоим. Сливаю, правда, сам себя. Не очень приятно. Что здесь сам себя слил? Так. И 12 килов отрыва. Противник все равно отрывается. Хоть мы как-то вроде и нормально себя показываем в рамках этого боя. Но противник все равно отрывается. Каким-то образом оглушение срабатывает жесткое. Пробуем законтрить здесь бойца. Отлично. Одного сливаем. Второго. 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 Набрить, 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 набрить. Отлично. Так. Овердрайв падает у нас. Может попробовать правую зонку пропушить. Резист от вулкана залетает у противника. Уже от нас резист появляется. Но в принципе я тоже оделся. Подрезик. Здесь. Ну 10 килов отрыва. Давайте попробую правую зону пропушить. Не знаю получится. Может что-то. Левая как-то меня жестко контрит. Вверх тоже контрит. Вверх мины стоят. Может попробуем правую запушить и здесь правую отыграем. Попробуем. Может быть. Здесь правая зоночка будет работать. Так. Противник выбивает левую. Можем сыграть отсюда. Так. Наглую немножко. Противник не понимает откуда уроном улетит или что. Чего просто. Начал что-то смотреть на меня. Так. Хантер с овердрайвом. Отлично. Контрим. Контрим противника. Играем в наглую. Уже в жесткий контроль респа играем. Пока все выглядит неплохо. Так. Хантер с овердрайвом. Вожмется не возьмется. Скорее всего не возьмется он. Приварочкой. Своей. Зато у него. Подрывалово есть. Да. Все с приваркой. Зато с подрываловой. Так. Но пока контрим жестко. Начинаем насиживаться на вражеских респах. Можно попробовать кстати выбить зону. По нашей респе тоже никто контрил здесь. А то я смотрю тут и наши респы контрят. Ребяточки стоят агрессивно. Зажимают по нашим респам. Поэтому разворотик. Опачи. Такая вкусненькая. Блин он со спасателем. Это конечно не входило в мои планы. 4 кило отрыва. Пока выглядит все неплохо. 4 минуты до конца. Вроде как сокращаем отрыв. Вместе с сокращением отрыва нам надо попытаться еще раз закрепиться на вражеских респах. Потому что в моменте это работает. Это прям очень хорошо работает. И если это работает, то этим надо обязательно пользоваться. Очевидно. Если мы можем так наваливать жестко урон от респа противника, то надо это дело пробовать реализовывать на максимум. Так, успели я здесь добить. Ой, хорошо, что он промахнулся. Есть у меня возможность реализации. Отлично. Сосулендра в голову. Не понял, как Сосулендра в голову наносит 1400 урона. Они максимально... Так, страйкер здесь меня выпушивает. Ну и мы начинаем выигрывать. Начинаем выигрывать. Ну, по крайней мере, сравниваем счет. По крайней мере, сравниваем счет. Уже неплохо. Пробуем пропушить. Противник начинает играть в правую. Отличная Сосулендрочка, дружище. Просто мастер своей игры. Красавчик. Просто легенда. Танков онлайн против залетела. Плюс-минус у меня учился, я думаю. Такие Сосулендрочки раздавать. Поэтому неплохо у него получилось. Так, еще одна. Есть Сосули здесь у Крусейдера. Попробуем сыграть сразу. Отлично. Отдеваем еще одного противника. Играем нагло вперед. Выпушиваем правую зону. И играем подрез противника. С возможностью накидки большого количества урона. Здесь Хантер отлично под нас открывается. Здесь есть Викинг Рикошет без припасов. Шикарно. Хантеру накидочку. Еще одному Хантеру накидочку. По безрезистам прям вообще просто. Если чел играет без реза. И при этом еще в всем раскладе без... Без... Как он называется? Без ДАшки. То залетает прям вообще нереально жестко. Прям нереально жесткий урончик. Так, ну и наш тиммейт, кстати, на паладина фризе тоже красавчик. Прям очень плотненько наваливает правовражеским респам. На своем паладина фризике. Уважение таким игрокам, которые делают разницу. Матчмейкинговые каточки. Он прям сейчас делает очень жесткую разницу. Он выводит просто нашу команду вперед. Так сказать. Так, вам это Рикошет. Надеюсь, без овердрайва. Отлично мины ставит. Шикарные мины, дружище. Одну миночку я скушаю, по крайней мере. Так, попробуем еще здесь законтрить. И играем в наглую. Играем во вражеский респо. У нас плюс 18 уже. Ничего себе. Начинаем контрить жестко. Начинаем жестко контрить. 30 килов, господа. И 30 килов, господа. С начатого боя. Попрошу заметить. С начатого боя 30 килов. Шикарный показатель. Шикарный показатель. Шикарная реализация нашего вооружения. Залетает в рамках этого боя. Так, ну и мне надо бы еще какой-нибудь аудишник вжарить здесь в оппонента. Чтобы его только вжать, вопрос хороший. Как-то особо противников я здесь не вижу. Которые бы открывались под меня. Чтобы в этом был прям супер огромный смысл. Ну, а теперь в мамонта. Отличный овердрайв. Шикарная реализация. Прожатие овердрайва. Срабатывает на ура. 25 секунд до конца. Ну, именно такой плюс-минус овердрайв я хотел прожать. Кто-то в этом духе. 19 секунд. Ну, победа шикарная залетает. Реализация нашего вооружения работает превосходно. И могу точно сказать, что этот вулкан по безрезам делает жесткую разницу. Прям жесткую разницу. Я думаю, что это лучшее устройство на вулкан на сегодняшний момент времени. Даже сильнее шреддера. Если вы так вот можете наваливать, то это просто шикарнейшая развалочка схождений. 34 кила сначатого боя. Я считаю, что это очень круто. Пишите, что вы думаете по поводу этого вулкана. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok